Администрация Аргеевского района устроила пикеты у здания правительства. Манифестанты потребовали предоставить госучреждениям региона деньги на оплату коммунальных счетов. Более того, они объявили о начале так называемой японской забастовки, в ходе которой повяжут себе белые ленты, чтобы привлечь внимание к сложившейся ситуации. Между тем, в нескольких учреждениях Аргеевского района, которые мы посетили, большинство сотрудников отказались с нами разговаривать, пояснив, что не желают давать комментарии, попросили покинуть нас заведение. А мэр Пересечина призналась, что узнала обо всем из прессы. Финансовые проблемы действительно есть, подтвердила чиновница, но в правительстве заверили, что они будут решены. Министерство финансов не посчитало и другие цифры, помимо школ и детсадов, в условиях, когда речь идет об обеспечении счетов фактур. У нас есть библиотеки, дома культуры, собственно, мэрии, учреждения, которые также не имеют возможности финансово обеспечить оплату квитанции. Все мы хорошо знаем, что, когда мы утверждали бюджет района и бюджет страны, формула расчета на ребенка и в целом на все, что касается финансовых ресурсов, предоставляемых школам и детским садам, осталось тем же. В акции приняли участие несколько десятков человек, среди которых руководители района и городских администраций, а также директора образовательных учреждений, детских садов, библиотек и домов культуры. Манифестанты призвали власти пересмотреть бюджет и выделить дополнительные средства для покрытия расходов, заявив, что японская забастовка продлится до следующего заседания парламента, где должны рассмотреть проект корректировки госбюджета. В Минфине, куда мы обратились сегодня за комментарием, нам никто не ответил. Между тем, в одном из учебных заведений, куда мы приехали за комментарием, узнать, с какими трудностями здесь сталкиваются и поддерживают ли забастовку, забастовку. Разговаривать отказались. Нам все же удалось поговорить с двумя учителями, которые признались, ничего о какой-то забастовке они не знают. Какая японская забастовка? Спросите партию ШОР, мы с этим дела не имеем. Говорили обо всех учреждениях. Не знаю, я ни в чем таком не участвую. Вам не говорили носить белые ленточки? Не говорили, но даже если бы и сказали, я не буду носить. Почему? Потому что я не принимаю их политику не подчиняться высшим органам. Думаете, это решение только на политическом уровне? Да, они решают свои вопросы и используют людей. Как мы поняли, вы находитесь в японской забастовке. Простите, но впервые об этом слышу. А знаете, что такое японская забастовка? Нет. Не слышала ни от одного своего коллеги, чтобы что-то организовали или ушли в какую-то забастовку. Мы работаем, у нас плотный график. Удалось нам пообщаться и с библиотекарями села Силиште, которая участвовала в манифестации перед правительством. По ее словам, у учреждения есть финансовые проблемы. Но какие именно, не знает. Деньги выделяет мэрия. Женщина рассказала нам, что ее уведомили представители Дома культуры, и что она решила взять выходной и присоединиться к акции протеста. Однако опоздала и не получила ленточку от организаторов акции. Мы пришли чуть позже, когда все уже началось, и кто-то, думаю, не обратил внимания. И остались без ленточки? Да. Слышала, что недели две ее надо носить. Но, думаю, найдем мы что-то белое. Мы попытались узнать у мэра населенного пункта, сталкиваются ли местные учреждения с дефицитом бюджета, но никаких ответов на наши вопросы так и не получили. Не обижайтесь, но интервью я не даю, и настроя на это у меня нет. Скажите только, с какими проблемами сталкивается село? Я не комментирую абсолютно ничего. А вот мэр села Пересечино говорит, что ее даже не проинформировали о протесте перед правительством и инициированной администрации Аргеевского района японской забастовки. Однако она подтвердила наличие проблем с выделенным бюджетом, поскольку деньги, предусмотренные на оплату газа за целый год, были израсходованы в первые два месяца. Таким образом, местные органы власти обязаны покрывать расходы по счетам фактурам из других источников. Я даже не знаю, с какой части вытащить финансовые средства. Из продовольственной части не могу, и зарплатные вообще никак. Остается из запланированного на школьные принадлежности и косметический ремонт. Там было запланировано около 30 тысяч, думаю, взять их оттуда. То есть мы, местная администрация, в довольно щекотливой ситуации. Мэр также добавила, что в январе она подала запрос в правительство и получила заверение, что вопрос вынесут на повестку дня при обсуждении корректировок государственного бюджета.